Всем привет! Дядя Тюра дает прогноз на матч второго тура Лиги Наций Бельгия-Исландия. Статистика команд. Бельгия в последних 10 играх 8 раз играла на обезобьют нет и 7 раз на тотал больше. Бельгия выиграла последние 11 своих матчей. Исландия в последних 10 играх 7 раз играла на обезобьют нет и 6 раз на тотал меньше. Исландия не проиграла 3 своих последних выезда. Как видим, обе команды в последних играх больше тяготеют к нулевым матчам, но если Бельгия с сухим счетом громит своих соперников, то Исландия играет больше классику 0-0, 1-0, 2-0. Бельгия в первом туре выиграла 2-0 в Дании. Игра была равной, но гости использовали две оплошности датских защитников, а у своих ворот не ошибались. По сути, у Дании не было ни одного реального шанса забить гол. У Бельгии их тоже было немного, собственно всего полтора, из которых команда Мартинеса выжила по максимуму. Исландия минимально уступила дома Англии, пропустив единственный гол с пенальти на 90 плюс первой минуте, но несмотря на то, что Исландия за весь матч ударила всего два раза поворотом англичан и при этом ни разу не попала в створ, хозяева запросто могли свести матч к ничьей, забив Бьерна с пенальти на 90 плюс третьей минуте матча, но он не забил. Бельгия и Исландия играли в одной группе Лиги наций 2018-19. Тогда оба матча выиграла Бельгия 2-0 и 3-0. С тех пор мало что изменилось, и что-то наподобие 2-0 или 3-0, скорее всего, нас ждет и на этот раз. Бельгия игрой в Дании показала, что она в полном порядке, даже без нескольких своих ведущих игроков. Однако одного лукаку пока хватает бельгийцам, чтобы крушить защитные порядки соперников. Вся надежда Исландии на удачную игру в обороне. В нападении команда Хамрена играет очень и очень скромно, поэтому ставки на сухую победу хозяев этом матче лежат на поверхности. Будет ли игра на тотал больше, тут примерно 50 на 50. Диатюра больше склоняется к варианту с тотал меньше. Исландцам в какой-то мере не повезло в предыдущем матче, можно надеяться, что на этот раз удача будет на их стороне. И у Бельгии не будет залетать все подряд. А много реальных голевых моментов гости у своих ворот создать вряд ли позволят хозяевам. Таким образом, у Диатюры получилась на этот матч связка ставок. Тотал меньше, обе забьют нет, победа первой команды. Самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше, 2-31. На обе забьют нет 1-49. На победу хозяев мизерное 1-17. Учитывая такой низкий коэффициент на Бельгию, запросто можно взять хорошую плюсовую фору на гостей. Например, плюс 2,5 гола можно поставить за 1-54. В последних своих 20 поражениях, начиная с 2016 года, Исландия только 5 раз проигрывала с разницей в 3 или более гола. Ставка на обе забьют нет, достаточно надежная, но с низким коэффициентом. Самый большой коэффициент у Тотал меньше 2,5-2-31. Но это самая скользкая ставка. Тут запросто может и Исландия забить, и в Бельгии не полететь. Очень непростой матч для прогнозирования. Случится может все что угодно, от 0-0 до 5-1. Дядь Юра рискнет взять ставку на гостей с фору плюс 2,5 гола за 1-54. Все-таки бельгийцы пока далеки от своей идеальной формы. Остается надеяться, что исландцы будут достаточно надежны в обороне, чтобы не получить кошелку мячей в свои ворота. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы и болейте только за свою любимую команду.